Приветствую вас, друзья, на канале InvestCoin. Меня зовут Ват, и сегодня я вам расскажу о том, на что способен индикатор Fibonacci. Прежде чем приступить к более подробному объяснению, я вам хочу сказать о том, что уровни Fibonacci не работают в чистом виде, как и любые другие индикаторы. То есть вы должны использовать это только в совокупности со своей стратегией и со своим пониманием рынка. То есть если вы, допустим, берете чисто уровни Fibonacci и по ним торгуете, это работать не будет. У вас должно быть понимание рынка, и уровни Fibonacci являются только дополнением. Это очень важно понимать, потому что большинство людей думают, что это работает в чистом виде, что есть какая-то граль, какой-то индикатор, который будет давать сплошные плюсы и плюсовые сигналы. Но на самом деле это не так. В чистом виде ничего не работает. Возможно, в краткосрочный период может что-то работать, но в долгосрок ничего не работает с индикаторов в чистом виде. Так же, как и свечи, бары и так далее. То есть все обязательно упирается на понимание рынка. Итак, пример я буду приводить на TradingView, так как это самый распространенный сайт, которым можно анализировать график. Итак, для того, чтобы нам использовать уровни Fibonacci, нам нужно зайти вот в это место, где я вожу мышкой, и здесь выбрать коррекцию Fibonacci. Как правило, уровни Fibonacci проводятся от максимума до минимума на крупном либо на мелком тайфрейме. То есть вот я провел уровень, и видим, что примерно в этом районе уже есть какая-то реакция. Это настроенные уровни Fibonacci в стандартных настройках. Они выглядят следующим образом. То есть вот это таким образом выглядят стандартные уровни Fibonacci, но это нам ни к чему. Ну, для того, чтобы убрать лишние настройки, точнее, лишние вот эти всякие числа и так далее, ну, подобное, мы заходим в настройки, то есть нажимаем на уровни Fibonacci, нажимаем шестеренку, и здесь убираем лишние уровни. То есть вот здесь вот убираем галочки, оставляем только 0.618, это тот уровень, который нам важен. То есть все это мы убираем, но можем еще оставить 1.618, так как этот уровень тоже нам может понадобиться. Ну, и также убираем фон. И вот таким вот образом они будут выглядеть. Здесь выберем чуть-чуть потолще. То есть вот нам важен уровень 0.618, ну и 1.618 иногда тоже такой более-менее важный уровень. Для того, чтобы показать, что уровни действительно иногда себя отрабатывают, то я проведу следующим образом. Выбираю коррекцию Fibonacci, провожу я на предыдущем восходящей тенденции биткоина. То есть мы проводим с этой точки, то есть и в самую нижнюю точку, вот сюда, и проводим вот таким вот образом. И видим, что у нас был отскок на уровне 1.618. Также мы видим реакцию, то есть видим, что потом уже у нас была реакция от уровня 0.618. То есть вот в этом месте была реакция, в этом, в этом месте. Хочу сказать сразу, что здесь может быть не совсем отскок, то есть от уровня 1.618 и от уровня 0.618 чаще всего происходит именно коррекция, а не смена тренда. Ну, конечно же, иногда бывает и смена тренда. То есть каким образом можно воспользоваться при торговле данными уровнями. Допустим, у нас есть импульс, скопление и импульс. Мы можем провести уровни следующим образом. С верхней точки импульса до нижней точки импульса. Примерно вот такой вот диапазон. И мы можем, допустим, ожидать коррекцию в районе 1.618. Ну, в принципе, она уже была, то есть буквально мы здесь чуть-чуть не дошли до данного значения. Конечно же, бывает погрешности, но мы видим, что после данного импульса, точнее после данного накопления, импульс у нас происходит практически в район 1.618. Но желательно, чтобы это был не единственный сигнал, допустим, да, если мы заходим от этого уровня на коррекцию. Обычно коррекция происходит в значении 0.618, либо в середину скопления. Но для того, чтобы этот сигнал не выглядел как чистым, то есть этого одного сигнала недостаточно. Нам нужны дополнительные сигналы. Это могут быть совершенно любые сигналы. Желательно, чтобы это был уровень сопротивления. То есть диапазон сопротивления, да, мы видим, что в данном месте у нас есть уровень сопротивления, который идет с этого места. Также у нас круглое число 24 тысячи. То есть здесь достаточно сигнала для того, чтобы отработать коррекцию от данного места. Также, на примере, еще можно провести уровень на предыдущем медвежьем рынке. То есть это у нас было в начале 2019 года. То есть на протяжении всего этого времени у нас длился медвежий рынок. И вот, допустим, у нас было коррекционное движение в виде медвежьего рынка. Затем у нас был рост. И вот, допустим, от этого роста можно провести уровень следующим образом. Берем самую верхнюю точку и проводим к самой нижней точке. Примерно вот таким вот образом. Сейчас я немножко это расширю. И видим, что от уровня 0.618 были у нас реакции. То есть некие такие локальные смены тренда. То есть вот в этом месте, в этом месте, вот здесь, вот здесь. И также видим, что уровень 1.618 себя неплохо отработал, когда у нас началась восходящая тенденция. То есть у данного уровня у нас была реакция, коррекционное движение на целых 10%. То есть мы видим, что уровни действительно себя отрабатывают. А теперь подведем итоги, значит, каким образом это можно использовать. Опять же, суть заключается в следующем. Мы ищем ситуации, где у нас происходит импульс и накопление. И затем снова происходит импульс. То есть обязательно должен быть четкий импульс. То есть не медленный, не такой, знаете, как медленный восходящий, либо нисходящий тренд. Обязательно нужно находить хороший, качественный импульс. Это может быть совершенно любой тайфрейм. Вы можете использовать даже 5-минутку. Но желательно, чем крупнее тайфрейм, тем лучше. В данном случае это дневка. Видим, что я провел уровни от верхней точки импульса до нижней точки импульса. Соответственно, вы ждете, пока цена дойдет до уровня 1.618. И от данного уровня вы можете открывать позицию и стоп-лосс прятать примерно за этот уровень. Но опять же, напомню, что в чистом виде это работать не будет. Обязательно на этом месте должен быть какой-то техничный уровень сопротивления. Либо же еще какой-то другой сигнал, который указывает на коррекционное движение. Это также работает и в обратную. То есть когда у нас нисходящий тренд. Допустим, я беру уровни, провожу их таким образом. Беру от самой нижней точки и до самой верхней точки. Вот я провел. Видим, что реакции были от уровня 0.618. А также самая главная реакция была от уровня 1.618. То есть коррекционное движение, которое составило целых 37%. Видим хорошую реакцию от данного уровня. Видим четкое красивое накопление, импульс и коррекция. Опять же, эти все ситуации вы можете находить на мелких тайфреймах. Вообще, как правило, коррекция обычно происходит до начала, либо до середины скопления. В данном случае коррекция у нас произошла всего лишь до половины импульса. Такое тоже бывает. Имейте это в виду. То есть, когда, допустим, цена сделала какое-то небольшое агрекционное движение, вы можете перетянуть 100% без убыток. И таким образом можно неплохо отрабатывать данные уровни. Что же, друзья, на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал. Вам я желаю всего самого хорошего, профита, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok